всех приветствую сейчас я вам покажу очень интересную штуку это у нас вот такой вот можно сказать редкий компрессор прошлом выпуске я разбирал газоанализатор и был снят с него вот этот компрессор как видим он очень качественно изготовлен с алюминия фрезерованный как видим но наша задача посмотреть какие драгоценные металлы в нем есть сейчас я вам и покажу и вы увидите что у нас тут есть я не знаю как и есть при разборе будет все видно тут есть моторчик такой мне еще не попадался очень интересный движок надо будет заглянуть и в него также видим тут датчик какой то есть и тут еще коробочка сейчас мы разберем и посмотрим что у нас тут есть из самых дорогих драгоценных металлов так что давайте начинать впервые буду такое разбирать снимаем коробочку но тут скорее всего по проводам какая-то плата ну сейчас увидим так скрываем и смотрим да неплохо смотрите микросхемки и маленькие вот такие вот крем очки с маркировкой сейчас покажу м 68 раз два три три штучки и две вот такие микросхемы qd 17 11 1 года это у нас поскольку по 8 выводов неплохо так тут еще какой-то датчик смотрите интересно скорее всего датчик я не знаю ну подобное подобное мы стационарная я разбирал ну а такое впервые разбираю ну строение скорее всего будет схожие давайте вот открутим вот эти винты такие ну и посмотрим дальше что у нас там да довольно интересно такое разбирать когда никогда не разбирал но уже радует общий вес с того прибора газоанализатора будет скорее всего в прошлом в следующем выпуске пока м сколько выйдет как видите тут у нас еще к м ки попались что дальше попадется я не знаю ну в этих у нас находится платина и палладий это неплохо в этих золото как видим золото тут нормально очень по хорошей цене принимает так о гуссовойца так вот такой вот тут стоит датчик маркировки на нем нету ну будем смотреть с вами потом так тут у у нас такое вот окошко так о чем еще вытянули но еще один датчик смотрите вот такой вот но по золото не видно но потом с вами мы это все разберем под микроскопом то скрываем дальше крышечку так есть тут вот такой у нас элемент получается да что у вас хотел попросить поддержите этот выпуск лайком для вас это сделать несложно можете прямо сделать это сейчас нажав пальчик вверх ну и еще кто не подписан кому интересно подписываемся на мой канал так вот тут у нас винт получается скорее всего там что-то датчик может еще есть давайте сейчас вот это винтик разберем доберемся дальше тут какие-то окна как видим стекла стоят а это наверное для того маленького датчика наверное обороты считал или что скорее всего сейчас постараемся так тут аккуратненько надо по-другому сейчас возьмем вот так и сюда надо нам отверточкой неудобно сейчас добраться дальше надо так делаем так будет очень быстро не буду затягивать ваше время видим тут окошко то дальше наша задача вот открутить этот винт тут какой-то еще датчик у нас находится так и чё у нас тут 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 смотрите вот такой вот датчик ничего не прорезинена вот лампа скорее всего пластики так ну давайте посмотрим что у нас находится движке движок тут у нас так закрученный сейчас постараемся его оба есть потому что вот такого плана сколько разбирал движков не видел но бывает у нас там тоже км а если в нем я не знаю сейчас мы посмотрим вместе с вами да кому не нравится что я делаю значит вы не туда попали если вы еще смотрите до этого момента потому что кто смотрит мои выпуски они знают на что они подписывались до движок тут похожий сейчас на те которые идут с км к сейчас мы на всякие провода но у него скорее всего что-то усовершенствованный какой-то движок внутри у нас ничего нету как видим вот такая платка и тут вот такие вот конденсаторы обычные не серебряные к 50 и алюминиевые просто конденсаторы забыл показать но датчик тоже интересны так видим движок но на нем какая-то вот как видим коробочка это обычный стандартный движок внутри должна быть км к но сейчас мы вместе с вами это и рассмотрим если там км к так для начала нам надо вот эту коробочку посмотреть для чего и что в ней там есть вообще потому что никогда такая не попадалась отклеим ничего страшного залито что-то но давайте это уже ломать не будем перейдем внутрь и заглянем если там к м очка так секундочку так сейчас увидим если км в этом моторе может быть и флажок и не будет ничего сейчас увидим это будет у нас заключение так смотрим аккуратненько достаем да тут у нас к м очка неплохо как видим к м очка на месте так хотел бы снять сам якорь но что хотел показать на этом движке у нас то ли серебряные то ли посеребряные все смотрите контакты как видите видите они нас не медные скорее всего серебра надо будет этим заняться так чё церемонии не разбираем движок смотрим на контакты движок у меня еще сборе есть под запас на всякий сейчас мы достанем все есть достаем и проверяем сами контакты очень же любопытно и интересно думаю и вам вы меня поддержите вы знаете что для этого надо делать до кого какие есть вопросы вообще кто хочет скинуть там фоточки ребята есть внизу в описании получается всегда почта присутствует там одна почта можете на нее писать кому интересно будет время отвечу смотрим контактики сейчас могу сразу же сказать что какой-то драгметал скорее всего серебро потому что как мы видим можно и расплавить будет сейчас контакт надо извлечь мод серебро на латуни но я в этом сомневаюсь скорее всего да скорее всего но об этом наверное поговорим в следующем выпуске но сейчас сейчас я вам покажу поближе нам для этого думаю многие знают что нам нужно да серебро чистое серебро чистое серебро как вы видите можете не на латуни контакты чистое серебро это неплохо так что на этом заканчиваем кому понравилось знаете что делать слева права видео давно появились так что нажимаете на них и смотрите другие мои выпуски всем пока 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 пока